Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катерина или Катя, а может быть кто-то знает меня под моим ником Аметист. Я уже больше пяти лет живу в Японии, и основная идея за созданием этого канала была в том, чтобы делиться своим творчеством, потому что я пою и занимаюсь музыкой, а также рассказывать вам о каких-то интересных вещах о жизни в Японии, о повседневности, о всём том, что со мной здесь происходит, и что мне показалось интересным, и может быть вам бы тоже было интересно. Сегодня я делаю первое видео на русском языке. Если кто-то подписан уже на мой канал, и вы смотрели мои предыдущие видео, то вы знаете, что мои предыдущие видео все были на английском языке, вот, поэтому, может быть, кто-то думал, что ты там выпендриваешься на своём фермерском английском. На самом деле не выпендриваюсь, просто хочется, чтобы канал был доступен к гораздо большему количеству людей, чем больше, тем лучше, естественно. Поэтому, если вам английский не столь приятен, всегда есть возможность включить субтитры, и всё там будет по-русски, так что всё будет нормально. Вот. Это было небольшое вступление. Так вот, сегодня мне бы хотелось поговорить о такой пространной и обширной теме, как медицина в Японии, и немножко подробнее о её маленькой составляющей стоматологии, а также о том, как люди здесь лечат свои зубы, как они исправляют свои зубы, потому что, может быть, вы тоже заметили, что в Японии довольно много людей с кривыми зубами, и кто-то даже считает это кавайным, ну и они так и живут тогда со своими этими кривыми зубами. Ну, а те, кто хочет действительно красивую улыбку, тогда они идут и исправляют свои зубы, и здесь довольно много возможностей, чтобы так сделать, поэтому сегодня как раз хотела про это рассказать. Так что поехали! Итак, медицина в Японии. В общем, не так много у меня опыта по этому вопросу ещё, поскольку никакими там заболеваниями я не страдаю, но, по крайней мере, я знаю, что если вы устраиваетесь на работу, обязательно работодатель вас заставляет пройти профосмотр. Не то, чтобы они вас не примут, если вы там кривой, худой, больной, но всё равно они должны знать, что у вас состояние вашего здоровья позволяет вам работать на них. А также в любой японской конторе, компании раз в год вы должны проходить плановый медицинский осмотр. И, собственно, на этом практически такая обязательная медицина и заканчивается. Да, ещё забыла сказать, что если вам больше 30 лет, в Японии также есть так называемый нингендок, что называется человеческий док, и долгое время я тоже не могла понять, что за док вообще, может быть, это от слова доктор. Потом я узнала, что на самом деле этот док, это от слова как корабельный док, да? То есть вы приходите, и вами занимаются, по сути, как кораблём, как судном, вас ремонтируют, вас диагностируют и всё такое. То есть это довольно длительная процедура. Я знаю, что в моей нынешней компании люди берут целый выходной день для того, чтобы заняться этой процедурой. Я сама ещё пока эту процедуру не проходила, поэтому ничего конкретного по ней сказать не могу. Однако же знаю, что это довольно глубокая такая процедура, и там действительно могут выявить что-то такое, что на плановом осмотре могут и не заметить. Вот. Что ещё сказать? В Японии обязательное медицинское страхование. Даже если вы нигде не работаете, вы можете пойти в свой ближайший муниципалитет и подать заявку на медицинскую страховую карту. Что она даёт? Она, во-первых, даёт вам то, что вы можете пользоваться медицинскими услугами и при этом платить всего лишь 30% от их стоимости, что довольно неплохо. На плановых проверках обычно, если вы никаких жалоб не имеете, то особо вас и проверять никто не будет. То есть там максимум вы сдаёте какие-то анализы, вам там заглядывают в рот, спрашивают, жалоб нет, нет, ну и всё. Ну а теперь переходим к стоматологии. Потому что стоматология — это немножко другой вопрос. Во-первых, стоматология не очень-то покрывается медицинской страховкой. Вернее, как? Покрывается только самое необходимое. Скажем, если у вас рот полный дырок, то вы сможете их закрыть с помощью вашей медицинской страховки. То есть вам придётся оплатить всего лишь 30% стоимости. Однако, если вы хотите исправить прикус, сделать отбеливание или избавиться от каких-то пятен, что-то в этом роде, это уже вам придётся полностью стопроцентно оплачивать из своего кармана. Поэтому я думаю, что там есть какие-то лазейки, но никогда не пробовала в них разбираться. Наверняка там что-то с налогами есть, насколько я слышала, но это слишком... это уже высший пилотаж, доступный только коренным жителям. Так вот, вообще к обычному стоматологу я ходила всего лишь пару-тройку раз, и мне там просто ставили какие-то простейшие пломочки. И я помню один раз на приёме у стоматолога, мне стоматолог сказала, «Господи, да у вас коренные зубы вообще сторчат в разные стороны, они вам там щёки натирают, и вообще это плохо, вплоть до того, что может развиться рак, потому что там постоянно идёт раздражение какое-то. Давайте мы вам их вырвем! Правильно, давайте отрежем вам всё, что можно отрезать!» Я тогда подумала, блин, что же у вас такие радикальные меры-то? И, естественно, отказалась от этого, потому что все знают, что вырывать и выгрызать эти коренные зубы – это очень неприятное занятие, и даже, может быть, и опасное, потому что особенно на нижней челюсти близко нервы, поэтому никто не знает, что там может произойти, да и вообще зачем туда лезть, если они меня никак не тревожат. Ну и на этом моя эпопея, собственно, и закончилась. Я как бы знала, что у меня там с коленными зубами не всё круто. Вот, пока не узнала о Invisalign. Что такое Invisalign? Немножко рассказывала в своём предыдущем видео уже об этом. Это прозрачные пластинки. Могу даже показать, как они выглядят. Я сейчас вот как раз их сняла, потому что есть такое дело, когда вы надеваете новую пластинку, и ваш рот к ней не привык, немножко появляется такая лёгкая шепелялость. Может быть, на каких-то моих видео это было заметно. Хотя, как бы, я стараюсь не показывать этого. Ну, вот выглядят они примерно так. Не знаю, видно или нет. Прозрачный слепок ваших зубов, и он абсолютно точно повторяет их форму, но при этом создаётся так, что каждая из этих пластинок, они как бы давят на ваши зубы так, что они по дизайну встают на место. С чего это начинается? Для начала вам сканируют все ваши зубы, и после этого цифровой слепок ваших зубов остаётся в компьютере. Доктор с ним работает, делает полный редизайн ваших зубов, вашего прикуса. Как шаг за шагом нужно привести ваши зубы из точки А в точку Б, где точка А это ваши кривые зубы сейчас, и точка Б это ваша идеальная улыбка. И, собственно, в следующий раз, когда вы приходите к доктору, у него уже готово видео. Я вам сейчас это видео как раз покажу. Так что не пугайтесь, это будут мои кривые зубы. Да, вот так вот это всё выглядит. Шаг за шагом вы видите, как ваши зубы встают на место. Всё превращается в такую красоту. Сами эти пластиковые слепки изготавливаются в Америке. По крайней мере, здесь в Японии зачем-то эти все дизайны отправляют в Америку. И в Америке эта компания Invisalign делает ваш индивидуальный заказ. Поэтому мне пришлось ждать где-то две недели. И после этого, через две недели, я снова пришла в клинику. И мне вот выдали вот такой вот пакет, набор, в котором, собственно, и лежали уже все-все-все. Вот так это выглядит. Там их две коробки, потому что мне сделали всего, по-моему, 52 шага, что ли. В общем, да, 53. И в них уже пошагово лежат в индивидуальных пакетиках ваш Invisalign. Каждый раз, для кого-то это две недели. Мне для начала доктор сказал менять их каждые 10 дней. Сейчас я уже их меняю каждую неделю. Поэтому процесс идет довольно быстро, что очень приятно. И уже каждую неделю, то есть, я наблюдаю прогресс. И, как бы, знаете, по-японски я бы сказала, то есть, есть к чему стремиться, как бы, да. И это от этого радостно. Насчет какого-то дискомфорта, связанного с Invisalign. Если вы такой человек, которому все лень делать и вообще, как японцы это говорят, то может быть Invisalign не для вас. Потому что Invisalign требует определенного ухода. Каждый раз, когда вы что-то покушали, позавтракали, пообедали, поужинали, естественно, перед приемом пищи их нужно снять. После этого зубы надо почистить, вычистить. Все, что у вас там скопилось между зубами. Каждый раз вы должны это сделать. Ну, не знаю, конечно, в некоторых ситуациях иногда, может быть, можно это и пропустить. Но, опять-таки, это ваши зубы. И когда вы носите эту пластинку, естественно, там бактерии копятся гораздо быстрее, потому что туда слюна не так проникает, как обычно. Риск получить кариес увеличивается. Поэтому очень важно, чтобы постоянно ваши зубы были в чистоте. Ну, вот, пожалуй, и все, что я вам могу рассказать сегодня. Если я что-то забыла, если я не ответила на какие-то вопросы, которые вас интересовали, оставляйте комментарии внизу. Если вам было интересно, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если вам не было интересно, то дайте мне знать, что вам было бы интересно. И тогда мы, возможно, могли бы поговорить на интересные вам темы. Ну, а пока всем спасибо и до новых встреч. Пока!